Привет, студент! Каждый день праздник, и лучшим твоим подарком сегодня станет выпуск самых интересных новостей от команды Универ Ньюз. С тобой я, Дарья Миронова. Смотри сегодня! Слухи или истина? В КФО определи дальнейшую судьбу филологов. Не могло быть иначе. Ректора КФО наградили медалью за содействие. Что бы вы хотели получить в подарок? Студентка КФО создала биооткрытки. Вот уже какой день вокруг КФО ходят слухи о глобальных изменениях в Институте филологии. Правда ли это? Узнавала Адилья Валеева. 23 мая на заседании ректората КФО было предложено создать координационный совет по поликультурному образованию. В ходе обсуждения эту идею поддержали и уже 31 мая состоялась пресс-конференция о глобальных изменениях в Институте филологии и межкультурных коммуникаций имени Льва Толстого. В самом начале конференции ректор КФО Ильша Адгафуров назвал основные преобразования, касающиеся структуры Института. Структура Института филологии и межкультурных коммуникаций имени Льва Николаевича Толстого нашего университета состоит из следующих школ. Это высшая школа русской и зарубежной филологии, высшая школа русского языка и межкультурных коммуникаций и высшая школа татаристики и тюркологии. На пресс-конференции активно обсуждались вопросы по обучению студентов в высшей школе татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая. Сегодня в структуре Института работают три высших школ, всего 13 кафедр и наш ректор тоже озвучил, из них 6 кафедр находятся в высшей школе татаристики и тюркологии. Это, мне кажется, говорит о многом. По словам Радифа Замалединова, более одной трети от всего количества студентов института учатся в высшей школе татаристики и тюркологии. Важно отметить, что после переименования отделения студенты будут глубже изучать тюркскую и татарскую культуру. Все, что входит в татаристику, это высшая школа, кафедра татарского языкознания, дальше Радифа сказал о литературе, кафедра татарской литературы, кафедра общего языкознания и тюркологии, значит, далее кафедры языковой и межкультурной коммуникации, кафедры татаристики и культуроведения, то есть пошло культуроведение, и кафедры дизайна и национальных искусств. А если бы это было отделение татарской филологии, то в основном это только языки литературы. Нужно помнить, что любое изменение приводит к движению. Новые преобразования в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ должны принести только пользу студентам и развитию институту. Аделя Валеева, Руслан Урозаев, Универньюз. Министерство юстиции Российской Федерации пополнило ряды стратегических партнеров Казанского Федерального. А ректор КФУ Решат Гафуров награжден одной из самых высоких наград этого ведомства. Более подробно об этих и многих других новостях минувшего научного совета наш следующий сюжет. Казанский Федеральный и Управление Минюста России в Татарстане подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Речь идет о совместных научных исследованиях, обмене информации, организации научных мероприятий и даже оказании бесплатной юридической помощи. Нам очень важно, чтобы у нас вместе с нашими преподавателями работали и люди с практической частью бизнеса, с министерств. В общем, те люди, которые завтра станут работодателями для наших студентов. Поскольку мы можем готовить по любым направлениям, но самое главное, чтобы они были востребованы в отраслях и приносили пользу своей территории и своей стране. Ставя подписи в документе, обе стороны отметили, что это лишь формальность. Сотрудничество КФУ с Минюстом началось очень давно и развивается весьма плодотворно. Доказательство тому – признание заслуг университета на самом высоком уровне. Уважаемый Бешат Равкатович, для меня большая честь выполнить поручение министра юстиции Российской Федерации, уважаемого Александра Владимировича Коновалова, и вручить вам заслуженную награду. Это одна из самых высоких наград Министерства юстиции Российской Федерации – серебряная медаль за содействие. Уже было сказано за что? И за вселенную поддержку органов юстиции нашей республики. Огромное вам спасибо и приведите от Управления Министерства России также самое доброе поздравление с этим знаменательным и для вас, и для нас событием. Спасибо. Кстати, заслуженную награду в этот день получил не только Лешат Гафуров, но и молодые ученые КФУ. Попечительский совет университета учредил специальные стипендии за научную работу по приоритетным направлениям. Ее обладатели будут получать по 15 тысяч рублей в месяц в течение года. Первыми счастливчиками стали более 15 аспирантов и научных сотрудников. Александр Александров, Руслан Урозаев, Роман Самарин, Универньюс. А теперь самые свежие новости из всемирной паутины в нашей постоянной рубрике Веб-Ньюс. В Татарстане вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка. Больше всего таких вакансий размещено в сфере наука и образования, продажи, административный персонал и IT-телеком. В Казани открыли мемориальную доску в честь Флорита Акзамова, основателя факультета журналистики Казанского университета. Памятный знак установили на доме номер 4 по Чистопольской улице, где жил выдающийся педагог. Сквер КФУ стал пристанищем для семьи сов. Зоологи КФУ пояснили, что парковая зона университета является благоприятной для их обитания. Выпускница Поволжской академии спорта и туризма Лилия Низамова в составе сборной России стала обладательницей золота чемпионата Европы по водным видам спорта. Серебро досталось команде украинок, а бронза — итальянкам. В Татарстане учреждена национальная премия в сфере единоборств «Золотой пояс». Она станет высшей наградой в области боевых искусств и будет вручаться выдающимся спортсменам, тренерам, руководителям, прославляющим республику. В заданиях ЕГЭ в России будет постепенно появляться устная часть. Она уже введена в некоторые экзамены, поэтапно она будет включена и в другие. Возле Кремлевской набережной построят мечеть. Ее строительство планируется закончить уже в этом году. В Камско-Усинском районе Татарстана появится первый в России кемпинг. В месте отдыха организуют гостевые дома, водоснабжение и зону развлечений. В России создают перспективный боевой вертолет. Скорость воздушного сутна будет достигать 450 км в час, что сделает его самым быстрым вертолетом в мире. Ученики лицея Лобачевского КФУ защищали честь Татарстана и России на международных олимпиадах. Они получили серебро и бронзу по интернациональной олимпиаде по астрономии. Вы когда-нибудь получали на день рождения открытку, которая превращается в цветок? Студентка КФУ сделала такой подарок возможным. Как посадить открытку, вырастить лук или базилик, смотри в следующем сюжете. Совсем недавно были подведены итоги конкурса на лучший социально-предпринимательский проект студентов. Одной из его победительниц стала Регина Минибаева, студентка Института физики КФУ. Девушка придумала создание поздравительных открыток из макулатуры и семян растений, которые в соединении дают живую открытку. Живые открытки – это открытки, сделанные из семенной бумаги. А семена бумага – это уже получается бумага, которая делается из макулатуры. Ну, то есть, мы перерабатываем макулатуру и выбираем семена различных растений. И то есть, если нажаешь эту открытку в зеленую, то и поливаешь, что из нее вырастают растения, которые были заложены в семена туда. Получается, если я возьму такую открытку и отправлю другу, например, в Питер, значит, он ее может посадить и вырастить цветок? Ну, да, получается так. Идея реализации подобного проекта возникла у Регины во время обычной учебной практики. Студентка КФУ уже участвовала в таких мероприятиях, как Open Space Market, где биоподарки пользовались большим спросом. Ведь для создания такого бумажного подарка не было вырублено ни одного дерева. Мы недавно закупились принтером, который печатает на открытках, потому что мы до этого их рисовали сами вручную. И, соответственно, я не художник, поэтому качество сыков было все равно, конечно, не таким, которым бы хотелось. А сейчас у нас есть принтер, который печатает. И вот после диплома, как я получу диплом, наконец-таки мы в полном мире сможем заниматься своим проектом. В будущем студентка планирует покорить новые рынки сбыта живых открыток. В ее планах взаимодействие с цветочными магазинами и магазинами подарков. Анастасия Иванова, Универньюз. Задумайтесь, наша жизнь без IT-технологий казалась бы невозможной. Вокруг нас невероятное количество приложений и гаджетов, а нам все мало. Мы хотим больше, больше. Кто в скором времени сможет удивить нас чем-то новеньким? Скорее смотри в нашем следующем сюжете. 31 мая в Казани открылась конференция Java Day Kazan 2016 от высшей школы IT с Казанского федерального университета. Она проводится уже шестой раз и ежегодно собирает представителей Java сообществ не только Татарстана, но и со всей России. Вообще формат мероприятий Java Day очень известен по всему миру. У нас этот формат начал проводиться активно с 2010 года, и Казанский университет в лице высшей школы ITIS активно начал участвовать в организации. Доклады здесь посвящены, конечно, по большему счету Java технологии, но также захватывает и смежные области, в которых Java применима и приложима. В принципе, это очень актуально, технологии мейнстримовые, на ней обучаются студенты нашего университета, поэтому все это очень актуально. Выступить на конференции приехали специалисты крупнейших IT-компаний. По их признанию, Java Day Kazan является одним из самых громких событий года. И именно тут будущие разработчики и опытные специалисты каждый раз открывают для себя что-то новое. К слову, у каждого студента-программиста появляется отличная возможность пообщаться с настоящими профессионалами своего дела и обсудить с ними свои инновационные идеи. Мы сегодня расскажем, как правильно тестировать приложение. Любое приложение, как известно, необходимо, чтобы оно работало качественно. Необходимо, чтобы мы проверяли все возможные случаи. Поэтому мы расскажем о том, как нужно правильно осуществлять проверку всех возможных сценариев, какие инструменты в этом могут помочь. Я буду рассказывать про МИСТ. Это сервис для работы с Аспарком, для удобного общения с Бигдейтой, чтобы можно было отправлять запросы туда, получать ответы. Вообще, работа с Бигдатой сейчас на пике активности. И все нововведения, которые появляются, я думаю, они полезны, в том числе для студентов тоже. Конференция Java Day уже давно практикуется не только в Казани, но и во всей стране и даже за рубежом. Самые последние новинки в мире IT и Java технологий зарождались и продолжают зарождаться именно так. А значит, можно смело ждать новых открытий. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня это все. Встречай лето вместе с нами. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!